Здравствуйте друзья Исчезнувший город Мангазея В конце 16 века отряд Ермака прорубил для Руси дверь в Сибирь, и с тех пор суровые края за Уралом упорно осваивались небольшими, но стойкими отрядами добытчиков. Ставивших остроги и продвигавшихся все дальше на восток. По историческим меркам это движение заняло не столь уж много времени. Первые казаки схлестнулись с сибирскими татарами Кучума на туре весной 1582 года, а к началу 18-го столетия русские закрепили за собой Камчатку. Многих манили богатство новой земли и в первую очередь Пушнина. Ряд городов, основанных во время этого продвижения благополучно стоят и поныне – Тюмень, Красноярск, Тобольск, Якутск. Когда-то они были передовыми фортами служилых и промышленных людей, уходивших все дальше за меховым Эльдорадо. Однако много поселений постигло участь шахтерских городков времен американской золотой лихорадки. Получив 15 минут славы, они приходили в запустение, когда ресурсы окрестных краев оказывались исчерпаны. В XVII веке на Абий возник один из самых крупных таких городов. Он просуществовал чуть более 70 лет, но вошел в легенды, стал первым заполярным городом Сибири, символом Ямала. И в целом его история оказалась короткой, но яркой. В свирепых морозных краях, населенных воинственными племенами, выросла быстро ставшая знаменитой Мангазея. О существовании страны за Уралом русские знали задолго до экспедиции Ермака. Более того, сложилось несколько устойчивых маршрутов в Сибирь. Один из путей вел через бассейн Северной Двины, Мезень и Печору. Другой вариант предполагал путешествие от Камы через Урал. Самый экстремальный маршрут разработали поморы. На кочах, судах, приспособленных для плавания во льдах, они шли по Северному Ледовитому океану, пробираясь к Ямалу. Ямал пересекали Волоком и по мелким рекам, а оттуда выходили в Обскую губу, она же Мангазейское море. Море тут едва ли преувеличение – это пресноводный залив шириной до 80 и длиной в 800 км. Причем от него отходит 300-километровое ответвление к востоку – Тазовская губа. Мангазейский путь был маршрутом для самых отчаянных мореходов, а кости тех, кому не повезло, навеки становились достоянием океана. Одно из озер на Ямальском переволоке носит название, которое с языка аборигенов переводится как «Озеро погибших русских». Так что о регулярных безопасных путешествиях не приходилось и думать. Кроме того, отсутствовал даже намек на какую-то базу в конце пути, где можно было отдохнуть, отремонтировать суда. Фактически, до Обской губы и обратно кочи проделывали один длинный путь. Мехов в устье обихватало, но вот о постоянной фактории мечтать не приходилось. Слишком сложно было снабжать ее всем необходимым в таких условиях. Все изменилось в конце XVI века. Русские разгромили рыхлую империю Кучума, и вскоре в Сибирь хлынули служилые и промышленные люди. Первые экспедиции выходили на бассейны Ртыша, первый русский город в Сибири – Тюмень. Так что Обь была первой в очереди на колонизацию. Реки для русских были ключевой транспортной артерией в течение всей сибирской конкисты. Крупный поток – это и ориентир, и дорога, которую не надо прокладывать в непроходимых лесах. Не говоря о том, что лодки повышали на порядок объем перевозимого груза. Так что в конце XVI века русские двинулись по Аби, застраивая побережья крепостями. В частности, там были заложены Березов и Абдорск. А оттуда по меркам Сибири оставалось шаг шагнуть и до Обской губы. В 1600 году из Тобольска вышла экспедиция в 150 служилых людей под началом воевод Мирона Шаховского и Данилы Хрипунова. Обская губа, до которой они сплавились без особых приключений, тут же показала характер. Шторм побил кочи и баржи. Скверное начало не обескуражило воевод. Было решено требовать у местных самоедов доставки экспедиции к месту назначения оленями. По дороге, однако, самоеды атаковали путешественников и сильно их потрепали. И остатки отряда отступили на отобранных оленях. Тем не менее, видимо, какая-то часть пострадавшего отряда всё же дошла до Тазовской губы, и на берегу выросло укрепление – Мангазея. Вскоре рядом со строгом возвели и город. Известное имя градостроителя – это некто Давыд Жеребцов. В крепость отправился отряд в 300 служилых людей. Крупное войско по тем меркам времени и места. Работа спорилась, и к 1603 году в Мангазее уже появились гостиный двор и церковь с попом. Мангазея превратилась в клондайк. Золота там, правда, не было, зато вокруг простиралась огромная страна, полная соболей. Основная масса жителей разъезжалась по окрестностям, простиравшимся на многие сотни километров. Гарнизон крепости был небольшим – всего несколько десятков стрельцов. Однако в городке постоянно толклись сотни, а то и тысячи промышленных людей. Кто-то уезжал добывать зверя, кто-то возвращался и заседал в кабаках. Город быстро рос, за промышленными людьми приезжали и ремесленники – от портных до резчиков по кости. В городе можно было встретить и купцов из Центральной России и беглых крестьян. В городе само собой функционировала съезжая изба, канцелярия, таможня, тюрьма, склады, торговые лавки, крепость с несколькими башнями. Интересно, что все это пространство застраивалось в соответствии с аккуратной планировкой. У аборигенов вовсю скупались меха. Отряды казаков доходили из Мангазеи даже до Вилюя. В качестве валюты использовались металлические изделия, бисер, мелкие монеты. Морской ход резко оживился. Несмотря на весь риск доставка товаров, в которых остро нуждались на месте от свинца до хлеба, и обратный перевоз мамонтовой кости и мягкой рухляди, соболей и песцов, стало доступней. Мангазея получила прозвание «златокипящий». Как такового золото там не водилось, но вот золото мягкого с избытком. В год из года вывозилось по 30 тысяч соболей. Кабак не являлся единственным развлечением жителей. Позднейшие раскопки обнаружили и остатки книг, и превосходно сработанные и украшенные шахматные доски. Довольно многие в городе были грамотны, что не диво для торговой фактории. Археологи часто находили предметы с вырезанными на них именами владельцев. Мангазея вовсе не была просто перевалочным пунктом. В городе жили женщины и дети, обыватели заводили животных и вели хозяйство близ стен. Вообще животноводство, конечно, учитывало местную специфику. Мангазея была типичным старорусским городом. Но вот ездить по окрестностям жители предпочитали на собаках или оленях. Увы, стремительно взлетев, Мангазея быстро пала. Причин тому оказалось несколько. Во-первых, приполярная зона не слишком продуктивное место как таковое. Мангазейцы разъезжались на сотни верст от города по очевидной причине. Слишком быстро пропадал пушной зверь из ближних окрестностей. Для местных племен соболь не имел особого значения и как объект охоты. Поэтому в Северной Сибири популяция этого зверя была огромной и соболей хватило на десятилетия. Однако рано или поздно пушной зверь должен был иссякнуть. Что и произошло. Во-вторых, Мангазея пала жертвой бюрократических игр внутри самой Сибири. В Тобольске тамошние воеводы без энтузиазма глядели на север, где из их рук уплывали огромные прибыли. Поэтому из Тобольска принялись строчить жалобы в Москву, требуясь закрыть Мангазейский морской ход. Обоснование выглядело своеобразно. Предполагалось, что таким способом в Сибирь могут проникать европейцы. Угроза выглядела сомнительной. Для англичан или шведов путешествие через Ямал становилось вовсе бессмысленным, слишком далеко, рискованно и дорого. Однако, тобольские воеводы добились своего. В 1619 году на Ямале появились стрелецкие заставы, разворачивавшие всех, пытавшихся преодолеть переволок. Предполагалось развернуть торговые потоки на города Южной Сибири. Однако проблемы наложились одна на другую. Мангазея и так в перспективе беднела, а теперь еще и добавлялись административные барьеры. В Мангазее начались внутренние неурядицы, в 1628 году двое воевод не поделили полномочия и устроили настоящую междоусобицу. Горожане держали собственный гарнизон в осаде, причем и те, и другие имели пушки. Бардак внутри города, административные трудности, оскудение земли. К тому же южнее быстро разрастался Туруханск, он же Новая Мангазея. Центр пушного промысла смещался, и за ним уходили люди. Мангазея начала увядать, но еще жила по инерции от пушного бума. Даже пожар 1642 года, когда городок полностью сгорел и в огне погиб среди прочего городской архив, не добил ее окончательно, как и серия кораблекрушений, из-за которых возникли перебои с хлебом. Несколько сот промысловиков зимовали в городе и в 1650-е годы, так что Мангазея оставалась значительным центром по сибирским меркам, но это уже была лишь тень бума начала столетия. Город катился к окончательному упадку медленно, но неуклонно. В 1672 году вышел официальный указ царя Алексея Михайловича об упразднении города. Стрелецкий гарнизон снялся и ушел в Туруханск. Вскоре Мангазею покинули последние люди. Одна из последних челобитных указывает, что в некогда ломившемся от богатства городке осталось лишь 14 мужчин да некоторое количество женщин и детей. Тогда же закрылись и Мангазейские церкви. Путешественник середины 19-го столетия как-то обратил внимание на торчащий гроб из берега реки Тасс. Река подмывала остатки города и из-под земли виднелись обломки самых разных предметов и сооружений. Еще в начале 20-го века там, где стояла Мангазея, были видны остатки крепостных сооружений. А в конце 40-х годов город-призрак начали изучать профессиональные археологи. Настоящий прорыв произошел на рубеже 60-70-х годов прошлого века. Археологическая экспедиция из Ленинграда четыре года раскапывала златокипящую. Полярная мерзлота создавала огромные трудности, но в итоге руины Кремля и 70 разнообразных построек, погребенных под слоем грунта и рощей карликовых берез, оказались извлечены на свет. Монеты, кожаные изделия, лыжи, обломки кочи, нарт, компасы, детские игрушки, оружие, инструменты. Нашлись фигурки обереги, похожие на резного крылатого коня. Северный город приоткрывал свои тайны. Вообще ценность Монгазея для археологии оказалась велика. Благодаря вечной мерзлоте многие находки, которые иначе рассыпались бы в прах, отлично сохранились. Нашелся и литейный двор с домом мастера, а в нем богатая домашняя утварь, включающая даже китайские фарфоровые чашки. Не менее интересными оказались печати. Их в городе нашли много и среди прочих амстердамского торгового дома. Голландцы заходили в Архангельск, может быть, кто-то добрался и на Ямал, а возможно это просто свидетельство вывоза части мехов на экспорт в Голландию. К находкам этого рода относится также полуталлер середины XVI века. Одна из находок исполнена мрачного величия. Под полом церкви было обнаружено захоронение целой семьи. На основании архивных данных существует предположение, что это могила воеводы Григория Теряева, его жены и детей. Они погибли во время голода 1640-х годов, пытаясь добраться до Мангазеи с караваном зерна. Исчезнувший город Крайнего Севера — это не просто очередное поселение. Сначала Мангазея стала плацдармом для движения русских в глубину Сибири, а затем подарила настоящий клад археологам и впечатляющую историю потомкам. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Автор статьи Евгений Норин.